В прямом эфире новости сейчас в студии Павел Лазовик. Здравствуйте. Резонансная новость дня. Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси. Солдат не согласен с политикой Польши. Как информирует погранкомитет нашей страны, вблизи белорусско-польской границы на участке заставы в пограничной полосе накануне задержали военнослужащего вооруженных сил Польши. 27-летний Эмиль Чечко заявил, что его часть была переброшена для охраны участка границы с Беларусью. Военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси из-за несогласия с проводимой жестокой политикой Польши в отношении беженцев и практикой негуманного обращения с ними. Что ж, даже польские военные уже не выдерживают издевательского режима варшавских властей. А представьте, каково беженцам, которые мечтают попасть в Германию, но уже больше месяца вынуждены биться о стену польского непонимания. В транспортно-логистическом центре Брузги остаются около 700 человек, ну а те, кто не выдерживает томительного ожидания, решают вернуться домой. В национальном аэропорту Минск несколько минут назад совершил посадку очередной эвакуационный борт из Ирака. В 13.45 он должен отправиться в Ирбили. Однако попыток поисков лучшей жизни меньше не становится. На Канарских островах очередной наплыв мигрантов. Береговая охрана работала всю ночь. Проведено несколько спасательных операций. И в итоге к утру на острова доставили более 370 мигрантов африканского и азиатского происхождения. Все они пытались добраться до испанских берегов на семи деревянных лодках. Среди них 26 детей и 2 младенца. Мигрантам оказывается необходимая медицинская помощь. Серьезно, никто не пострадал. Сегодня мы чтим память настоящих героев. Во Дворце независимости вспоминали тех, кто отдал жизнь, выполняя служебный долг. Президент вручил награды семьям погибших летчиков Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, а также офицера КГБ Дмитрия Федосюка, известного под позывным Нирвана. Каждый из них стал примером настоящего служения своему делу, людям и стране. Напомню, в мае в Барановичах разбился самолет Як-130. Команда пилотов до последнего уводила машину от жилых домов, чтобы избежать жертв на земле. Им посмертно присвоены почетные звания Герои Беларуси. А в сентябре при проведении спецоперации в перестрелке убит сотрудник спецподразделения Альфа. Трагедия потрясла всю страну. Заслуги офицера перед Родиной также отмечены на высшем уровне. Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны и нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких. Наше дело сделать все, наша обязанность, чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет. Вспоминая трагедии наших героев, сегодня всем было очень трудно сдержать эмоции, трудно представить, что пришлось пережить их семьям, родным и сослуживцам. Горечь утраты теперь навсегда в их сердцах. Что касается трагедии в Барановичах, у потерпевшего крушение самолета тогда практически мгновенно отказали различные уровни системы управления. Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. А сотрудник комитета госбезопасности и старший лейтенант Дмитрий Федосюк при проведении спецоперации, прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Преступник выстрелил Дмитрию прямо в сердце, но он успел убийцу ликвидировать. Вечная память героям. Около 60% белорусов доверяют госслужащим и местным органам власти. Такие данные озвучены по результатам масштабного социологического исследования Беларуси мнения о будущем. При этом рейтинг оппозиции в стране не превышает 9%. Доверие политическим партиям оказывают более 30% наших соотечественников. Человеку свойственно говорит, что все так думают. Вот как я думаю, так и все думают. Поэтому именно опросы, общественное мнение показывают, какое место занимает собственное мнение того или иного субъекта индивидуального сознания в общей массе мнения. Эксперты связывают высокий уровень доверия госслужащим и местным органам власти с эффективными мерами во время пандемии коронавируса, а также сохраняющейся поддержкой социального пакета для нашего населения. Стали известны подробности страшного пожара в восьмиэтажном офисном здании в Японской Осаке. По предварительным данным, это умышленный поджог. Очевидцы утверждают, что незадолго до трагедии заметили пожилого мужчину. Он вылил из пакета неизвестную жидкость, после чего случилось возгорание. 24 человека погибли, еще несколько пострадали. В Филиппине переживает удар мощного тайфуна. Скорость ветра во время урагана достигала 270 км в час. Стихия валила деревья, срывала крыши домов, обрывала линии электропередачи. Два человека погибли, трое пострадали, двое пропали без вести. Эвакуировано было около 300 тысяч человек. В школах отменили занятия, работу, учреждения и предприятия. И остановлено движение судов и паромов, перенесены авиарейсы. В пострадавших районах из-за обильных дождей начались наводнения. А в США непогода парализовала транспортное сообщение между штатами Калифорния и Орегон. На трассе застряли десятки автомобилей из-за сугробов и поваленных снегом деревьев. Снежная буря также повредила линии электропередачи. Обильные снегопады пришли на запад США на фоне сообщения об острой нехватке водителей снегоуборочной техники. Из-за этого в случае снежной зимы многим населенным пунктам грозит транспортная блокада. Время утепляться. В нашу страну возвращается зима. Ночные заморозки ожидаются со следующей рабочей недели. Температура воздуха местами опустится до минус 20. Еще тепло, но пасмурно будет в выходные. На большей части Беларуси пройдет кратковременный мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедится. Столбики термометров в течение суток покажут от минус 4 до плюс 4 градусов. Задержали необычного домушника. Сотрудники департамента охраны, выезжая на очередную сработку, сигнализации не ожидали, что ночным визитерам в дом окажется лесная сова. Птица залетела в комнату, заставив сигнализацию оповестить милицию о проникновении, а после, как ни в чем не бывало, сидела на подоконнике. Чтобы не поранить хищника, бойцы охраны завернули ее в одеяло, а после выпустили на улицу. Кстати, именно сова является символом департамента охраны. Новая информация у моих коллег в 15 часов. Всего доброго.